Здравствуйте, я Антон Павленко и я снова установил себе ксубунту. Сегодня я расскажу, зачем я это сделал и почему LTS-версия, а для начала новость, которая повлияла на мое решение. Стало доступно обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.3 LTS. В его состав включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправление ошибок в инсталляторе и загрузчики, обновление и устранение выязвимости и проблем для нескольких сотен программ. Аналогичные обновления представлены для дистрибутивов Ubuntu, Ubuntu Bridge, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu Kaling и для моего любимого дистрибутива ксубунту. Никуда не уходите, я пока установлю. На всех сайтах выделяют следующие изменения. Ядро версии 5.0 Обновлены компоненты графического стека, в частности добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Обновлены версии пакетов OpenGDK 11, LLVM 8, Firefox 66.0.4, CloudInit 18.521, Postgrace SQL 10.7, SnapD 2.38 и т.д. Для перевода текущей версии ядра и графики на новую версию, выполните следующую команду. Федору Моим постоянным зрителям известно, что некоторое время назад я установил Федору с рабочим столом КДЕ. Я произвел первоначальную установку и настройку, установил нужные мне программы, поднастроил их и просто обновлялся раз в неделю. Больше ничего я не делал. И тут, после очередного обновления, у меня перестала грузиться система с новым ядром. Подумал, ну ладно, бывает. Загрузился с ядром предыдущей версии, попытался решить проблему известными мне и интернету способами, ничего не помогло и решил ждать следующего обновления. Подумал, вот же ты справен, но нет. Так я прожил несколько месяцев. Все новые и новые обновления не решали мою проблему. Да и времени особо на решении проблем не было. И тут система стала загружаться, как говорит моя дочка, некрасивенькая, да и сильно долго. Это была точка невозврата. Пора что-то менять. Думал сначала установить Федору в Аркстейшн и потестировать ее. Но я небольшой любитель Гнома 3. Да и с моей работой не остается времени на ковыряние проблем, связанных с Федорой. Хотя, возможно, Федору в Аркстейшн более стабильный дистрибутив, чем Федору КДЕ. Но рисковать я не могу. Любые проблемы с операционной системой на домашнем компьютере ведут к перебоям с выпусками. Поэтому я вернулся к проверенной годами к Субунту. Тем более, обновления подвезли. ЛТС – это стабильная ветка Убунты, которая поддерживается 5 лет. Но в отличие от стабильного Дебиана, в течение срока поддержки в нее добавляются пакеты, которые хорошо оттестированы в версии с коротким временем поддержки. Чтобы было понятно, давайте я расскажу жизненный цикл Убунту и как спускаются эти пакеты из версии с коротким временем поддержки. Выпускается новая версия дистрибутива Убунту ЛТС. Самая свежая, 18.04, была выпущена в апреле 2018 года. Она хорошо оттестирована, но все равно появляются мелкие баги, которые правятся в июне 2018 года. Выпускается патч 18.04.1. В это время я обычно устанавливаю или обновляюсь с предыдущей версии. Чаще устанавливаю. Изначальная версия ядра Убунта ЛТС поддерживается в течение всего жизненного цикла. То есть она самая долго играющая. Далее формируется сборка и выпускается в октябре 18.10. В данной редакции тестируется ядро и пакеты, в том числе и на реальных пользователей. И в феврале 2019 года выпускается патч для ЛТС версии 18.04.2, в которой входят ядро и оттестированные пакеты из Убунта 18.10. Поддержка данной и последующей версии ядра 9 месяцев, кроме последних. Дальше в апреле выходят Убунта 19.04 и из нее бэкпортируются наработки 18.04.3. Данный цикл продолжится до выхода в апреле 2020 года новой ЛТС версии. В августе будет выпущен патч 18.04.5 и данная версия ядра будет поддерживаться до конца цикла до апреля 2023 года. Итого, с версии 18.04.1 до версии 18.04.5 у нас получается своеобразная роллинг-модель поддержки обновлений, по крайней мере ядра графического стека и драйверов. А изначально поставляемое ядро, в нашем случае ядро 4.15, будет поддерживаться в течение всего жизненного цикла. Но вы спросите, в дистрибутивах с роллинг-релизом обновляется все ПО, а тут нет, и вы будете правы. Но при этом вы соглашаетесь, что вы будете ловить все баги, которые не заметили разработчики при тестировании. Хотя баги бывают у Ubuntu LTS, но они гораздо реже. Плюс в Ubuntu есть ППА с нестабильным ПО. Вы можете его подключить, установить оттуда ПО, и точно будете знать, кто виноват в нестабильной работе вашей системы. Я сам так делаю, и меня это устраивает. Итак, давайте подытожим, какую систему выбрать для ваших нужд. Если вы хотите стабильную систему, с возможностью установить необходимых вам более свежих программ, выбирайте Ubuntu LTS. Если вам хочется тестировать нововведение из мира Ubuntu, то выбирайте версию с коротким циклом поддержки. Но помните, что с большой долей вероятности вы можете словить баги, которые вам придется устранять. А если вам нужна гиперстабильная система, и вам не важно, какой свежести у вас ПО, то выбирайте Debian. Но новичкам я бы его не советовал. Первое. Это легковесное окружение. Вы можете сказать, использую LXDE, OpenBox или Tiling, но OpenBox и LXDE плохо кастомизированы. А тайлинг я готов ставить только на ноутбуке, хоть я и люблю консоль и горячие клавиши. Второе. Классический интерфейс. Мне он нравился в XP, в Nome 2, в Mate и в XVSE. Это чисто вкусовщина. Третье. Стабильность. Я никогда не ловил баги, связанные с ним. Если вы ловили, напишите в комментарии. Четвертое. Кастомизация. Их с WSE можно настроить под свои нужды. Но тут нужно не переборщить, так как любое дополнение модулей, это плюс к потреблению памяти. И пятое. Я к нему просто привык. А привычка это дело такое. Если информация полезна, ставь лайк. Напиши в комментарии, что ты думаешь о выпуске. А также подписывайся на канал и другие социальные сети. Если есть возможность, помогай каналу Финансово. Все ссылки будут в описании. Увидимся в следующих видео. Например.